Приготовление еды с детьми Даже маленькие дети могут выполнять небольшие домашние дела на кухне Но ребенок на кухне – страшный сон многих мам Одни боятся, вдруг что-нибудь перевернет или разобьет После его помощи я неделю буду отмывать кухню, говорят другие Но предрассудки рассеиваются, когда маму узнают о том Какую пользу может принести совместное с ребенком приготовление пищи Это восприятие, мышление и моторика Апельсин круглый, тесто упругое, изюм сладкий Для маленького человека крайне важно чувственное познание мира И чем больше каналов восприятия задействовано, тем лучше На кухне ребенок видит множество предметов Разных цветов, форм Слышит их названия и запоминает Какие они на ощупь, какие на вкус Это обогащает внутренний мир не хуже специальных развивающих игр Взрослее дети начинают понимать Чтобы испечь печенье, мало все сложить в одну миску Каждый рецепт – это определенный алгоритм действия Сначала нужно смешать ингредиенты Потом вырезать формочками забавные фигурки Отправить их в духовку и ждать Наблюдая за матерью, ребенок начинает мыслить логически Хочешь получить определенный результат? Уполняй такую-то последовательность действий В процессе готовки дети учатся держать и передавать различные предметы Ложку, стито и так далее С каждым разом они все увереннее обращаются с кухонной утварью И выполняют задачи, требующие скоординированной работы глаз и рук Приготовление пищи вместе с ребенком способствует его когнитивному развитию Помогая маме на кухне, малыш получает важные для жизни навыки Учится ответственности и самостоятельности А начать превращать совместное кулинарное творчество в минуты радости Предлагаю с книгой Марилейн Бастин «Веселая кухня» Веселые и легкие рецепты для детей на каждый день В этой книге мышка Вера делится простыми рецептами Которые рассказаны в форме коротких историй Чудесная книга с замечательными иллюстрациями Их автор Марилейн Бастин Известная голландская художница И они делают книгу просто очаровательной Главная героиня этой книги – мышка Вера Она живет в синем домике на опушке леса У нее так уютно, что к ней в гости постоянно приходят друзья В гостях у Веры не чувствуют себя совершенно как дома А может быть, они так часто приходят к ней потому Что она всегда угощает их вкусными блинами? Цыпа Птичка-крапивник Цыпа живет вместе с Верой В синем домике Яйца, которые несет Цыпа, Вера кладет в тесто для блинов Норка Это верина кукла Маленькая игрушечная мышка Она очень смышленная и может найти выход из любого положения Она всего лишь мягкая игрушка, но сердце у нее большое и горячее Фриц, наверное, самый лучший друг Веры К тому же он мастер на все руки А то, что он немножечко неряха, Веру нисколько не смущает А что же готовит мышка Вера? Марципановые снежки Рождественское печенье и колечки Клубничное варенье Картофельное пюре Хлеб с пряностями И много других блюд Предлагаем начать с блинчиков Для приготовления 10 блинчиков нам потребуются Яйца, соль, мука, молоко, масло или маргарин и сковородка Вера повязывает фартук Ну, все готовы к новому кулинарному уроку? Сегодня мы будем печь блины Фриц вздыхает Вот еще учиться блины печь Только этого не хватает для полного счастья Ну, подожди же, говорит Вера Сначала она разбивает яйца И добавляет в них щепотку соли Вот и готово, говорит норка А что дальше? Дальше они добавляют к яйцам муку и молоко Фрицу поручают размешивать тесто Пока оно не станет равномерной массой Когда тесто готово, надо дать ему полчасика отдохнуть Как это правильно, говорит Фриц Я так устал месить это тесто А теперь кусочек масла на сковородку и печь Получается примерно десять тоненьких блинчиков Фрицу дают попробовать маленький кусочек Вот это блины! Довольно чавкает он Потоньше надо было бы их печь, говорит Вера И яиц бы чуть побольше Предсмотрит на блины Ты говоришь чуть побольше А блинов-то уже чуть поменьше Вот блинчики и готовы Рецепты, как и истории, простые Но иногда так хочется Чтобы было красиво, наивно и по-доброму Субтитры сделал DimaTorzok